И мы связались с правозащитником Светланой Ганушкиной сейчас. Светлана Алексеевна, здравствуйте. Как слышно в студии? Здравствуйте. Источники правоохранительных органов сразу после убийства Буданова заявили, что вероятнее всего это преступление было совершено из мести. Вот такой вариант допускаете, надо полагать? Я не знаю, кто мог мстить Буданову, но я могу твердо сказать, что семья Эльзы Кунгаевой этого не делала. Это замечательные люди, очень культурные, люди, которые именно обратились к российскому правосудию. Что далеко не все чеченцы, не многие чеченцы, ведь такой случай не единственный с Эльзы Кунгаевой был, но далеко не все обращались и доверяли свою судьбу и решение вот этой своей проблемы к российскому правосудию. Участвовал в этом деле замечательный адвокат, и даже не один, а два. И Абдулла Хамзаев, и Стас Маркелов. То есть этим занималась российская правосудие. Ну как оно этим занималось, это вопрос второй. В любом случае эти люди действуют другими способами. Кроме того, они сейчас не находятся в России, потому что им здесь угрожали. И с их стороны это невозможно. И кроме того, конечно, я могу сказать, что я-то отношусь к этому категорически отрицательно. Я считаю, что это преступление совершенно недопустимо, чтобы Москва становилась плацдармом для выяснения отношений каких бы то ни было. У нас тут убийства в центре города превратились уже в норму. И это чудовищно. Светлана Алексеевна, тем не менее, как вы полагаете, что за всем этим последует? Потому что можно предположить, что последует всплеск ненависти к чеченцам. У них есть основания, во всяком случае, недолюбливать, скажем так, большего полковника Буданова. Рамзан Кадыров несколько лет назад, еще когда Буданов первые разы просил об условно-досрочном освобождении, просто назвал его признанным врагом чеченцев и говорил, что Буданов получит по заслугам. Ну, вы понимаете, что разделять позицию Рамзана Кадырова я не могу. Да, безусловно. Он и нас тоже считает собственными врагами, врагами государства, что явно заявил в одном из своих интервью. Разумеется, я признаю только исключительно правовые методы. Я не считаю такие методы полезными и ничего хорошего это не принесет. Действительно, может быть, вне зависимости от того, кто это сделал сейчас. У нас есть куча версий. Я ни к одной из них не хочу присоединяться. И будет чеченская версия, и будет версия, что это провокация. Все это будет, безусловно, и очень мало надежды на то, что это будет как следует расследовано, судя из опыта, таких же дел, которых, к сожалению, очень много. Но в любом случае ничего хорошего этого не принесет. Это будет очередное противостояние. И те люди, которые это сделали, это преступники. Тут просто не может быть двух мнений. Это может быть некая провокация такая страшная, да? Я не знаю. Я еще раз говорю, что я не хочу делать никаких предположений. Это дело следствие, а не мое. Я поняла, Светлана Александровна. Еще один вопрос. Однозначно, бессудные казни, кто бы их ни совершал, являются чищайшим преступлением. Светлана Александровна, как Вы считаете, почему те, кто мог, возможно, и мстить за Елизу Кунгаеву, не ее родственники, может быть, кто-то другой, да, если такую версию допускать, следствие сейчас рассматривает все версии, да, они априори вызывают меньше симпатий, даже вот по первой реакции тех же и наших зрителей на нашем сайте, да и просто людей, которые работают на телеканале, они вызывают меньше симпатий, чем, скажем, другой россиянин. Я хочу вспомнить такую историю Виталия Калоева, да, Вы, конечно, его помните, который потерял в авиакатастрофе всю семью над Боденским озером и совершил тоже преступление. Он убил авиадиспетчера швейцарского, который, по его мнению, недостаточно, скажем так, был наказан, да, скажем так, по суду. Ну, и Калоев потом вернулся на родину и практически был национальным героем. Вот он освободился, вернулся и уже два с половиной года работает замминистра строительства и архитектуры Северной Осетии. Вот те, кто, если допустить, что это было действительно месть, и вот такое ужасное и противоправное, как Вы совершенно верно говорите, поступок, убийство в центре города это совершенно не задобрит, но тем не менее. Это вызовет, мы все понимаем, что это вызовет только всплеск, да, межнациональной какой-то розни, ничего больше, никаких сочувствий никакого, скажем так, те, кто могут себя объявить мстителями, да, за смерть Кунгаева, они не вызовут, я предположу. Да, Вы совершенно правы, это возможно. Именно такая реакция вполне возможна. И, конечно, она связана с тем, как преподносилось дело Буданова. Как его, одним из лучших русских офицеров, называл его начальник по тем временам, генерал Шаманов, которому, на мой взгляд, следовало бы сидеть на скамье подсудимых рядом с Будановым. И с тем, как преподносилось дело Калуева. Совершенно иначе, совершенно иначе. К сожалению, люди, вот ту аналогию, которую Вы сейчас совершенно с очевидностью продемонстрировали, они ее не ощущают. А отношение, на мой взгляд, и к тому случаю, и к другому, может быть, абсолютно однозначное. Никакой он не герой Калуев, он преступник, и должен был бы, когда прибыл сюда, в Россию, отбыть свой срок. И для меня он только преступник, и больше ничего. А другое дело, что есть смягчающие обстоятельства. И для него, если он сделал состояние эффекта, например. И для Буданова есть смягчающие обстоятельства. Потому что те, кто поставил его в условия, когда человеку вообще трудно сохраниться, сохранить свою психику в нормальном виде. Конечно, за это отвечают те, кто поставил его в такие условия, не только он сам. И эти смягчающие обстоятельства должны приниматься, но они должны приниматься судом. Судом, следствием. Ну, в первую очередь, судом, конечно. И в соответствии с этим должно назначаться наказание. Вот когда-то я говорила, что я могла бы быть адвокатом Буданова, но не оправдывая его поведение, ни в коем случае осуждая его. И правильно было бы добиваться того, чтобы и Буданов, и Калоев поняли, что ими совершено. Вот это задача правосудия и наказания. Вместо этого из обоих те или иные категории, так сказать, общественности и власти сделали героев. Вот это вот ужасно. И это говорит о том, что общество больно. Светлана Алексеевна, спасибо. Общество не рассчитывает, мало того, что общество больно, оно абсолютно не рассчитывает на правосудие уже. Оно уже не желает вообще считаться, что существует законодательство и существует государственный способ защитить человека. Оно не верит в возможности государства и имеет к этому основания.